Криобанк человеческих клеток. В жидком азоте при температуре минус 196 градусов они могут храниться вечно. В среднем 10 миллионов клеток в одном образце. Можно заморозить больше, можно заморозить меньше. Здесь, в медицинском научно-образовательном центре МГУ, клетки человека пытаются сохранить в замороженном виде. На них можно пробовать новые лекарства и методы лечения. На человека лекарства действуют не так, как на животных. И таким образом можно отсечь какие-то опасные лекарства и сократить периоды исследования лекарственных препаратов. Они будут быстрее разрабатываться. Образцы клеток берут у доноров, как у больных с установленным диагнозом, так и у здоровых. Клетки здоровых людей отправляются в палату мер и весов. Это хранилище эталонных образцов всех человеческих клеток. В организме человека больше 200 разных тканей. И из всех из них выделились стволовые клетки. Одной группе, одному человеку просто невозможно. Поэтому мы будем стараться создать эту коллекцию здесь, на базе медцентра. Клетки из криохранилища можно извлечь, размножить и создать из них, например, вот такой клеточный пласт. Это тонкая пленка из клеток, которую можно наносить на ожог, рану, на плохо заживающий дефект шов или послеоперационный рубец. И там стволовые клетки лучше выживают и, соответственно, оказывают более выраженный терапевтический и регенеративный эффект, восстанавливая ткань. Ученые МГУ вместе с Кардиологическим центром России уже испытали эту технологию для лечения инфаркта. Правда, пока только у крыс. С помощью перевязки коронарной артерии моделировался инфаркт миокарда. И далее на этот инфаркт миокарда накладывались заранее приготовленные клеточные пласты стволовых клеток сердца. В результате на поврежденном сердце вырастал дополнительный слой ткани. Пока эти исследования на доклиническом уровне. Это значит, что тестирование на людях будет разрешено через 5-7 лет. А безопасность и эффективность лекарства окончательно установлены еще примерно через столько же. Та работа, которая нами выполняется, она ориентирована на будущее. И она абсолютно необходима. Если не делать этого здесь и сейчас, то через 5-10 лет это будет невозможно. Здесь постоянно ищут новые источники стволовых клеток человека. Потенциал направления огромен, но и риски не меньше. Я вижу здесь нашу задачу и наш интерес в том, чтобы как можно медленнее, тщательнее двигаться вперед и прийти к тому балансу между эффективностью, безопасностью, этичностью. И вот это равновесие, вот создать его, это очень сложная интересная задача. Задача, которую вместе решают ученые сразу нескольких факультетов МГУ. Василиса Кузнецова, Сергей Сальников, Маховая-9.